Феминисты как тогда себя не считала, так и сейчас не считают. Да, я курю и ругаюсь матом. Тогда женскую аудиторию забирала Оксана Пушкина. Разделили аудиторию, потому что, значит, отдали Оксане, а меня поперли. Вот я как-то вот так даже и не думала. Она была убеждена, что это интервью никогда не выйдет в эфир по причине того, что она меня так унижала. С Максимом Галкиным. Мы с ним очень не похожи, поэтому нам быть вдвоем ведущим было сложновато. Все разговоры о цензоре, они такие лукавые и лицемерные. Вышлись вопросы. Что вы меня оскорбляете? Я вам кто? Обслуживающий персонал? Мы же все за свободу слова. Каким образом можно вообще выставлять эти условия? Да. У нас прям был роман. Я честно расставалась, и я считала, что и я свободна, и у меня были романы, и он свободен. Я не понимаю, когда мир сошел с ума и решил, что этим исчерпывается жизнь человека. Привет! Молодец! Про рабочую и нерабочую стороны. Мне вообще раньше казалось, что это все вот здесь, что это все субъективно. Мне тоже долго так казалось, потому что у меня была одна парню, совершенно сумасшедшая, с которой я снимала, которая просто справила скандал, что если вот ее там в кадр ставили, вот не той стороны, в которой она не рабочая. Я думала, она ненормальная, что ты знаешь. А знаете, с годами, я поняла, что цикида есть рабочая, как-то вот этой вот страной я лучше выгляжу, чем вот этой. Почему-то. Но это не является для меня безумной, ну, такой трагической ситуацией. Придется, типа, только этой стороной. Нет, с другой стороны даже не подходите, потому что тут я Аленушка, а тут я Баба Яга. Такого нет. Вы говорите о том, что вы бы пришли на YouTube, но вы не хотите быть там 125-м. Потому что это моя гординя какая-то, знаете, потому что, например, смотрите, я начала делать программу «Я сама», и после этого появилось огромное количество женских интервью. Ну, не женских интервью, а женских ток-шоу появилось тогда. Потом я пришла на первый канал и стала делать наедине со всеми, никто не делал интервью. Интервью считалось абсолютно отстойным жанром. Как бы, типа, да что я в этом интересного? Пришла я, стала делать наедине со всеми. И как грибы. А потом и на YouTube, значит, появилось интервью тоже, как жанр страшно популярный. Кажется, что я опять должна что-то тогда перед самой собой, такой отек, ну и надо еще что-то новое придумать, чтобы потом, значит, какой-то вектор себе задать. Можно же попробовать. Ну, просто попробовать, да, 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 да. А потом, ну, не получилось, ну, не получилось. Или вот как Агата делает, то есть она понимает, что огромное количество там конкуренции на этом поприще, скажем так. Она взяла и выбрала узкую тему, на которую она берет интервью. Да, да, это тоже вариант. Это уже концепция. Это тоже концепция, да. Вы при всех ваших регалиях, режиссер, вы и актрисы, и журналисты, все-таки широкой публике, известны в первую очередь как один из главных интервьюеров страны. Причем ваша карьера началась, карьера журналиста на телевидении началась в 90-е. Телевидение 90-х. Оно было таким свободным, экспериментальным. Оно очень сильно отличалось от того, что сейчас есть на телевидении. Сейчас очень много ругаются, а такие вылизанные форматы. Телевидение сегодня цензурированное полностью. Вы по той свободе телевидения 90-х скучаете? Отчасти, хотя жизнь никогда не стоит на месте, поэтому, так сказать, вот эта свобода теперь, она есть в Ютубе по-своему. Потом, так сказать, надо очень точно тоже разобраться в терминологии, что такое зацензурированное телевидение, потому что, ну, окей, мы можем говорить, что существует цензура в вопросах политики. Она, безусловно, существует. И осторожность, и не всегда цензура, идущая сверху, как бы, а очень часто есть внутренняя цензура. И, может быть, гораздо шире и больше можно было бы говорить. Ну, как бы, чего не вышло. Но есть огромная, так сказать, претензия к телевидению уже не только по поводу политики. На мой взгляд, есть же общий какой-то тренд такого отношения, что телевидение такое, оно скучное, оно неинтересное, оно, так сказать, вылизанное. Вот это мне больше нравится, если говорить широко. А телевидение, так тоже надо понимать, что это тоже отнюдь не сверху, так сказать, диктуется. Это же телевидение само себя загнало в этот тупик, потому что, когда ты хочешь нравиться зрителю, когда рейтинг, только рейтинг управляет тобой, и ты хочешь просто ежедневно, каждый день результат, то ты повышаешь просто планку этого, ну, так сказать, наркотика, с одной стороны, да, и оно такое становится дико одинаковое. Очень понятно, что работают самые примитивные механизмы взаимодействия со зрителем, то есть, как бы, там, не знаю, страх, скандал, ну, как будто вот эти самые простые, как бы, вещи такие, почти полуинстинктивные. А дальше их надо заполировать в красивую картинку, а дальше надо, но при этом это надо получать каждый день, потому что каждый день нужен этот рейтинг. Нет шанса на эксперимент, нет шанса на рассчитывание, что через полгода этот проект станет на ноги какой-либо там, или что он чем-то другим понравится. Не будем рисковать. Приносит какая-то новая идея, которая, ну, тут чуть-чуть подправим, тут, 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 так подрезали, подрезали, как бы упаковали, сбили, и все. И это вот тот формат, который ты, собственно говоря, уже и видел 150 тысяч раз. Поэтому это вот, ну, тоже важно понимать, скучаю ли я по телевидению 90-х в этом смысле, но нет, это развитие было такое телевидение. Оно начиналось с этого, с этой свободы, а потом само себя вот так кастрировало и привело к тому состоянию, в котором она исчезла. А тогда прям можно было все, что угодно, любая идея и вперед? Да, вот это да. Ну, это тоже свойство, слушайте, сейчас все места заняты, понимаете, они были свободны тогда, туда, как бы, любой, заходи, ну, давай, как бы. Это, конечно, было вот, вот я, если скучаю почему-то, вот по этому совершенно какому-то упоительному чувству, но которое невозможно не потому, что там оно зацензурировано, а потому что оно просто взрослое стало, это телевидение, понимаете. А тогда оно было, тогда пришла просто вот молодая порсель, которая, значит, с нигилизмом молодежи, которая есть и сидела, и у нынешней молодежи сказала, все неправильно вообще, надо все делать по-другому. Это все неинтересно, эти вот все старые форматы, вот эти все, надо делать развлекательное телевидение, надо делать актуальное, интересное сегодняшнему человеку и так далее. И это было, конечно, вот скучаю я по эффекту, который там не раз наблюдала, работаю на ТВ-6, что вот сегодня мы на летучке что-то там все обсуждаем, и летучка наша не похожа на занудное там какое-то, надо пересидеть. А это что-то такое, ну, само по себе там действие было довольно любопытное, и мы что-то придумываем, а завтра это в эфире. То есть вот это ощущение того, что ты там демиург в каком-то смысле, ты только что придумал, и все это завтра видят люди. Сегодняшние феминистки считают, что они просто практически изобрели эту тему. Но родоначальником этого движения в нашей стране практически стали вы, вот в постсоветском уже пространстве. Поскольку, если кто-то не знает, программа «Я сама», там даже была одна из экспертов Марии Арбадова. Да, да, вот она была в эфире. Здравствуйте, с вами программа «Я сама» и Юлия Мишова. Конечно, люди должны общаться после того, как они разошлись. Я замечательно общаюсь со своим бывшим мужем. И с бывшими женами своего нового мужа. И вообще разговор о том, что люди уходят навсегда, означает, что они просто отрицают большую часть себя. В 95-м году выходила программа с темой «Я не хочу быть замужем, мне хорошо быть одной», или «Отдала детей мужу», или «Родила поздно, и мне там все равно на общественное мнение». В 90-е появилось огромное количество популярной психологии, литературы такой вот. В мягких обложках. И я ее начала покупать, потому что выяснилось, что меня эта тема очень интересовала. И как-то эти книжки, которые я начала читать, они меня просто настолько поражали именно логикой сравнения, что ли, мужской психологии, женской психологии, того, насколько мы разные, и насколько многих, не знаю, конфликтов можно избегать, если вот просто друг друга понимать, что нам нужно, так сказать, каждому осваивать этот какой-то такой аппарат перевода друг друга, то мне вот это больше всего было интересно в этом проекте. Я вообще не думала о какой-то его такой суперпрогрессивности в этом смысле. И феминистка как тогда себя не считала, так и сейчас не считаю. И не потому, что я этого стесняюсь, а как бы мол, нет, нет, я не феминистка, а потому что мне кажется, что у нас очень, так сказать, это вопрос терминологии. Мне кажется, что то, что мы делали, это не имело отношения к феминизму, потому что это имело отношение к осознанности. Вот в моей трактовке это так называется, это называется осознанность просто, ну, и не имеет значения мужчина или женщина, просто ты родился свободным, ты должен это осознавать, что ты свободен, что каждый твой поступок – это выбор, и ты должен осознавать, что это выбор. И, в общем, короче говоря, я в наибольшей степени была озабочена вот этим вопросом, вопросом осознанности. Появляется героиня, вы исследуете ее проблемы. С одной стороны, эксперт женщины традиционных взглядов, и Мария Арбатова тогда, наверное, она немножко смотрелась как диковинный такой какой-то специалист из какой-то диковинной сферы. Маша, надо сказать, тоже, она, вот, кстати, была очень продвинута в вопросах психологии, и поэтому она очень часто смотрела на ситуацию не с точки зрения там феминизма, на самом деле, да, просто красивое было слово, ярлык великолепный, и потрясающе помогает продвигаться, так сказать, в карьерном росте. На мой взгляд, это так. Для запуска этого канала мне пришлось полностью перестроить свою профессиональную жизнь. Было нелегко, но передо мной всегда было множество вдохновляющих примеров людей, изменивших свою жизнь. Сегодня я хочу вас познакомить именно с таким человеком. Лариса из Ростова-на-Дону в 42 года во время пандемии резко изменила свою жизнь и нашла работу мечты. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Расскажите, пожалуйста, где вы раньше работали, почему решили сменить профессию и долго ли сомневались? Я была оператором зенитно-ракетного комплекса «Армия России», потом я была секретарем, потом продавцом-консультантом. Последние два года я продвигала профили в Инстаграм, но когда началась пандемия, из четырех моих клиентов остался только один, и я очень сильно переживала по этому поводу. Но в какой-то момент поняла, что устала от такой нестабильности. Хотелось какого-то понятного графика и возможности карьерного роста. И сейчас я очень рада, что сменила профессию. Лариса, и что же это за новая работа мечты? Я всегда хотела работать в сфере IT, и вот уже три месяца я инженер по тестированию. Я нахожу ошибки, баги, составляю отчеты, передаю разработчикам. Большой плюс этой профессии в том, что на старте нужны минимальные технические данные, и это очень хорошая точка входа в сферу IT. Вы как-то учились этой профессии? Легко ли вам это далось? Я прошла несколько бесплатных вводных курсов в Яндекс.Практикуме и остановилась на тестировщике, потому что я поняла, что это мое. Учиться было нелегко, но страшно интересно. А как вы устраивались на работу? После курса нас учили правильно составлять резюме, проходить собеседование. Я начала откликаться на вакансии, и уже через 10 дней после онлайн-выпускного я вышла на новую работу. Я просто в восторге. Я с удовольствием хожу на работу. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Компания, в которой я работаю, связана с финансовыми технологиями. Это такая платформа для людей, кому интересны финансовые графики, идеи других трейдеров. Да и просто любому человеку, кто хочет узнать, сколько стоит сегодня рубль или биткоин. Но самое главное – это люди в команде целеустремленные, открытые, позитивные, готовые развиваться и помогать. Лариса, я очень рада за вас. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо и вам. До свидания. Если вы тоже мечтаете работать в IT, но не знаете, с чего начать, Яндекс.Практикум подготовил для вас бесплатный курс «Как выбрать профессию». Вам расскажут о том, какие задачи приходится решать каждому из специалистов в цифровой компании, как устроен типичный рабочий день и как продвинуться вверх по карьерной лестнице. Ссылку на курс я оставлю в описании. Дерзайте. Сейчас тему феминизма оседлали просто блогерши какие-то известные. На ютубе много программ, посвященных феминизму. Сейчас очень актуальная тема. Да, знаю, знаю. Ну, когда, может быть, аудитории помоложе, это все кажется каким-то глотком свежего воздуха. А мне все время хочется сказать, ну, как же так? Была же вот в 90-е программа «Я сама». Там все эти вопросы поднимали. Ну, так поколения же меняются, и всегда вот эта и мода возвращается, и каждое новое поколение говорит «О, мы первые открыватели, а вы отстой». Вы ничего не знали до нас. Это нормальный нигилизм у любой молодежи. По форме она, кстати, сейчас смотрится наивной очень, эта программа. Но по содержанию, если сейчас бы такая программа появилась на нынешнем нашем, таком более цензурированном телевидении, ну, это была бы, мне кажется, очень остро-социальная программа. Ну, в ней бы надо, вот как раз, видите, вы говорите, форма у нее наивная. Как бы для такой программы сегодня надо было бы придумывать совершенно другую форму, гораздо более такую хлесткую. Мало того, я думаю, что, ну, вот вы парочку посмотрели, вам показалось, может быть, эта парочка как-то довольно актуальная. Но я думаю, что основная масса проблем, которые обсуждались тогда там, она сегодня уже не такая, ну, острая. Ну, словно говоря, там, можно ли женщине, не знаю, там, не работать, как бы и сидеть дома, и заниматься детьми. Ну, как бы сегодняшний наш взгляд на это, ну, хочешь, да. Ну, как бы можешь, у тебя есть, там, кто тебя содержит, или там у тебя родина, ну, окей. Вот не стоит вопрос, можно ли, ну, как бы, это твой выбор, а где тогда стоял вопрос, можно ли. Или может ли женщина содержать своего мужа, как бы, да. Ну, если ее так устраивает, ну, окей, как бы отвечаем мы из сегодняшнего дня. А тогда стоял вопрос, нет, этого не может быть. То есть самые невинные темы, которые сегодня для нас звучат как невинные, они тогда были очень жестко, так сказать, постулированы в обществе, понимаете. Ну, они вами поднимались, ну, вами в смысле ваша программа. Ну, конечно, но вы имеете в виду, что если бы, я отвечаю на ваш вопрос, вернее, не вопрос, а на сформулированную идею, что если бы сегодня, мол, и она была бы так же актуальна. Ну, нет, ну, не так же. Ну, вот смотрите, тема, кстати, это одна из самых популярных сегодня тем, то, что женщине сегодня одной может быть где-то даже гораздо более комфортно, чем в каких-то неорганичных для нее отношениях. Вот она, мне кажется, абсолютно актуальна. Это сейчас даже, кстати, на многих ютуб-каналах многие говорят о том, что, а что, быть одной, быть сингл уже давно не, ну, как бы это не порицается. На них не должны смотреть, как на людей, с которыми что-то не так. И по большому счету это вот, вот эта вот передача 95-го года. Ну, тогда это было актуально. Сегодня бы я, например, уже так бы не рассматривала эту проблему, а говорила бы о том, что это действительно новая тенденция, как бы люди выбирают одиночество, и говорила бы о том, какая-то большая проблема, потому что, на самом деле, они не выбирают одиночество. Это невозможно, это вне человеческой природы. Люди боятся отношений, и это очень трагическая тема. Название программы «Я сама» по легенде придумали вы. Да, так и есть. И изначально ведущей должна была стать Татьяна Веденеева. Нет, это неправда. То есть сразу, кроме вас, никого не рассматривали? Да. Ну, то есть, может быть, рассматривали в каком-то длинном списке, который, может быть, и был, но поскольку креативным продюсером канала ТВ-6 был Ван Демидов, и он, видимо, давно меня уже, так сказать, подметил на предмет того, что нужно что-то такое меня куда-то выдвигать в ведущие, хотя я этого совершенно не хотела. Хотела быть редактором и даже не знала о таких его планах. И поэтому, когда появилась вот эта идея женского ток-шоу, как я поняла, мне было однозначно предложено, что это должна быть я. Вы говорили о том, почему вы против феминизма. Потому что, как любое радикальное явление социальное, оно вам кажется таким выхолощенным и пресным, как рис без соли. И что взаимодействие мужчины и женщины – это сложная, многоступенчатая, многоуровневая история. И нельзя все упрощать до того, что женщина получила права, и вот она борется. Вы абсолютно правильно изложили мою мысль. У меня вообще любая сегодняшняя дискуссия, пожалуй, в любом ключе, очень сильно расстраивает и очень скучна. Не только в вопросах феминизма, в любых вопросах социальных. Сегодняшний мир уперся лбом в тупик под названием права, свободы, обязанности. Как будто бы этим исчерпывается жизнь. Вообще-то, если, так сказать, здраво смотреть на это, это просто смешно. Это просто смешно объяснять в целом явления, любые, только социальными причинами. И вот эта упертость в то... Вообще, в аспекты государственности, я бы сказала. Государственное устройство, оно само по себе, везде в мире. Правила для существования внутри государства, они тоже сами по себе. Жизнь человека, она сложнее, интереснее, глубже, объемнее. Мотивы поведения человека, парадоксальные. И поэтому мне повестка феминизма кажется необыкновенно примитивной. Ну а какие еще социальные тренды? Наверное, вы имели в виду отчасти новую этику и вот эти демократические свободы, которые приводят к новым несвободам. Все. Да. Все это. Я не понимаю, когда мир сошел с ума и решил, что этим исчерпывается жизнь человека. Вы говорили о том, что в какой-то момент на телевидении вот случилась такая история, что нужно известное лицо, нужны цифры, рейтинги, что на Ютубе сейчас отчасти что-то очень похожее происходит. Кажется, конечно, потому что на Ютуб заходят телевизионные люди со своими телевизионными мозгами, и первое, что они делают, говорят, нужны просмотры, потому что просмотры — это монетизация. И давайте сразу, если есть сегодня молодая какая-то вспыхнувшая звезда, давайте с ней сразу немедленно снимать. С одной стороны, нужно признать, что на Ютубе есть как бы очень клевое, так сказать, ощущение актуальности, которое телевидение потерял вообще. Но оно и адресуется к аудитории 65+, а я боюсь, что уже и 70+, потому что бесконечно снимают вот эти ретро-звезды, а актуальные звезды не заходят на телевидение. Не потому что, во-первых, они и сами не особенно стремятся, а потому что аудитория телевизионная этих людей не знает, просто не знает, кто это. Но Ютуб в этом смысле развивается в той же самой логике. Мозги телевизионные заходят. Но вообще, в принципе, рынок формирует. Но на Ютубе пока присутствует вот этот момент актуальности, иногда действительно любопытно посмотреть на какую-то вспыхнувшую звезду, если она сейчас остро актуальна, да, здорово ее рассмотреть. А что же это за человек-то такой, который так вот прям вдруг забрал под себя аудиторию? Может, на короткий момент, но все равно забрал уже любопытно. Вы смотрели интервью Моргенштерна до дню? Нет, не смотрела. Да, я знаю, что он очень популярен, но я и пренебрегла интересом к этому интервью. Потому что все-таки, когда тебя что-то цепляет в человеке, появившемся, ты говоришь, а, ну, это любопытно в него всмотреться. А поскольку меня ничего в нем не цепляет, то мне и не любопытно в него всмотреться. Я давно перестала тратить время на плохие фильмы и контент плохого качества. Мне очень нравятся фразы «Мы есть то, что мы смотрим». Она отлично характеризует наше время. А сейчас, когда в мире столько потрясений, как никогда хочется любви, красоты, душевности и жизнеутверждающих историй, про одну из них я вам сейчас расскажу. Одно из главных кинооткрытий последних недель для меня «Романтическая сказка. Серебряные коньки». Это тот случай, когда мое мнение совпало с мнением большинства зрителей. Фильм стал хитом проката и получил высокие оценки кинокритиков. Я не знаю, когда наши деятели кино начали снимать такие фильмы. По качеству картинки и спецэффектов это настоящий Голливуд. А драматургия, диалоги, атмосферы фильма созданы с такой душой, что совершенно точно тронут вас. Скованный льдом каналы реки Зимнего праздничного Петербурга 19 века это невероятно красиво. Я смотрю фильмы из сериала «Наока» и круто то, что здесь есть возможность присутствовать на премьерных показах фильмов, не выходя из дома. Теперь подписчики «Ока» могут не только смотреть новинки в виртуальном кинозале, но и общаться с создателями картин и киноэкспертами в любом удобном месте. Для своих пользователей «Ока» устроит эксклюзивную онлайн-премьеру фильма «Серебряные коньки» с участием создателей картины. В день премьеры в приложениях «Ока» на iOS, Android, Smart TV и на сайте «Премьер Ока ТВ» состоится лайв-трансляция премьерного показа с участием съемочной группы, который лично представит пользователям «Ока» один из самых красивых российских фильмов прошедшего года. Подписчикам «Ока» доступны популярные сериалы, российское кино и мировые блокбастеры, арт-хаус и детский контент, а также образовательные программы и контент из области искусства. Я рада советовать вам то, чем действительно пользуюсь. Получите подписку «Оптимум» в онлайн-кинотеатре «Ока» на 25 дней всего за 1 рубль и смотрите лучшие фильмы, топовые сериалы, мастер-классы, тренировки и многое другое. И не забудьте про премьеру фильма «Серебряные коньки». Теперь вы будете иметь доступ даже к закрытым мероприятиям. Все подробности по ссылке в описании. Нулевые. После того, как на НТВ очень быстро закончилась программа с вашим участием «Продолжение следует». Сначала был ТВ-6, она закрылась, она пришла на НТВ, год проработала там. И у вас случился большой перерыв около 10 лет. И вы говорили в одном из интервью, что первый год вы еще ждали предложений, ждали, что зазвонит телефон, что вас пригласят на телевидение. Тем более вы видели опросы, где вы лидировали среди всех журналистов. Когда происходили опросы аудитории, кто ваш любимый журналист, вы практически во всех опросах для женской аудитории были номер один. И вы были уверены, что вас обязательно пригласят, что это гарантия того, что профессионально вы будете востребованы. Когда этого не произошло, что вы почувствовали, как вы переживали этот момент? Это был один из самых крутых опытов в моей жизни, потому что он меня невероятно сориентировал вообще про жизнь. Мне казалось, что просто даже коммерчески выгодно, но меня используют, раз я такая популярная. Раз я пользовалась... Даже вопрос не столько популярности меня занимал, сколько вопрос того, что там аудитория в самых разных возрастных категориях, и не только женская аудитория, высказывала мне доверие. Вот я была там на первом месте, именно как человек, которому вы доверяете. Я понимала, что телевидение, ну, просто, ну, оно же не будет пренебрегать таким персонажем, как я, потому что я выгодна. Оказалось, что нет. Опыт этот крутым был тем, что я поняла, что жизнь вообще устроена нелинейно, не так логично, справедливо, как мне хотелось бы о ней думать. И в жизни может быть всё. Вот включая такие неожиданные повороты. И поэтому жить надо, не опираясь вообще на сегодняшний... на любое сегодняшнее достижение, на любой сегодняшний успех, на любую вообще сегодняшнюю данность, потому что завтра она может быть не таковой. Первый год, когда вы ждали звонка, у вас было что-то похожее на депрессию? Или это просто было какое-то тревожное? Депрессии не было, потому что так совпало, что когда у меня закончился проект на НТВ, я была беременна. И поэтому я, собственно говоря, рожала ребёнка, потом я понимала, что я её ещё кормлю, а потом у меня уже появился к тому моменту сериал «Бальзаковский возраст» или «Все мужики с ВО», которым я начала сниматься, будучи беременна, и потом они приостановились, значит, и ждали моего возвращения. То есть у меня была какая-то работа, и у меня уже появилось предложение из «Энтреприза» вернуться в театр, и я так стала думать, что ну да, наверное, я пойду и туда поработаю. Но у меня всё это, по поводу всех этих работ, у меня было ощущение, что они, ну, расчёт на них, как на временные, но что это я так, ну, как бы перебиваюсь сейчас в ожидании какого-то крупного предложения именно с телевидением, потому что я мыслила свою жизнь, связанную с телевидением, а потом мне нужно было переориентироваться на то, что нет, моя жизнь движется и в этом смысле нелинейно. Я, конечно, делала ставку на телевидение, но телевидение меня не востребовало, ну, значит, вот сериалы, антрепризные спектакли, это сейчас моя реальность. Говорили о том, что НТВ сделали такой выбор, потому что тогда женскую аудиторию забирала Оксана Пушкина со своим женским взглядом, и они, им просто было некуда, не хотелось делить между двумя ведущими эту аудиторию. Я так думаю, что на тот момент у Первого канала были там свои лица. И вот когда вы наблюдали то, что происходит на телевидении, у вас не было никакой обиды. Не знаю, почему НТВ так-то закончил с нами контракт, и там очень странно наша программа располагалась тоже, как-то, и мы ее мотали по сетке. Зритель не очень мог к ней приноровиться. Потом это был тот год, за этот год поменялось четыре начальника на НТВ, пока я работала. И каждый из них приходил, и заново тоже там что-то перекраивал сетку, может быть, это было с этим связано в том числе. И я, честно говоря, никогда не думала в категориях, что там меня кому-то предпочли, или что там разделили аудиторию, потому что, значит, отдали Оксане, а меня поперли. Вот я как-то вот так даже и не думала. Что касается, смотрела ли я телевидение, думала ли, что я лучше, наверное, думала. Наверное, как нам что-то там смотря, а может быть, я и не доумевала, что, что я-то дома сижу, как бы, почему, значит, они ко мне не обратились. А у вас были мысли вот женский взгляд Оксаны Пушкиной, если бы это был женский взгляд Юлии Меньшовой. Как бы вы делали эту программу? Нет, потому что это была очень авторская программа Оксаны. Действительно, очень успешная. Как бы вот первые годы она прям была очень-очень успешная. И я понимала, что это ее... Она успешна благодаря тому, что это делает Оксана. И она так умеет разговаривать со своими героями, героинями. И она так ее строит. Она наслаждалась всем, что происходит вокруг нее. Ведь она об этом мечтала всю жизнь. А вот ее молодой человек не выдержал бесконечных встреч и разлук. Ну вот эти интонации, которые она выбрала сегодня, очень... Ну, немножко иронизируют, что это название «Женский взгляд Оксаны Пушкиной» стало... Мемом. Таким, да, немножко мемом, да. Знаете, я думаю, что это просто эффект того, что программа слишком долго держалась в эфире. И был момент, когда уже... Ну, так сказать, это тоже проблема нашего телевидения, что у нас, если что-то появляется, то дальше уже она как-то не остановится. Хотя, конечно, на западном телевидении такие примеры есть, но там все-таки работают, так сказать, команды, там как-то все-таки пытаются менять внутри программы, все время происходит какой-то апгрейд какой-то. А у нас, если находится какой-то формат, то он так, если он пока он рейтинг приносит, ну, как бы, мы от него отказываться не будем. Он уже, так сказать, не соответствует ни духу времени, ни ощущению, но воли такой у руководства, если это программа, которая приносит рейтинг, нету, ну, и у авторов часто ее нету на то, чтобы остановиться, потому что, ну, вроде как, что, знакомое дело делаешь, и люди любят. И это вот часто происходит такое вырождение, я бы сказала. Когда Оксана начинала, это так не было. Это было абсолютно новое, это казалось прям очень крутым, и очень было далеко до той иронии, в которой сегодня это выродилось, я бы сказала. Ну, то есть, это действительно такой мемчик стал, хотя, по сути, да еще попробуй человека доведи до слез, как она там часто, они там рыдали вместе, вот это вот, инонации такие были. Ну, я думаю, что, кстати, она и не ставила эту задачу доводить до слез. Но получалось. Но получалось, значит, у нее получалось быть такой, такой эмпатичный и так все настраивает героя, что он был готов ей открыться. В 2013 году вы триумфально вернулись на телевидение с программой «Наедине со всеми». Как вообще это произошло? Кто позвонил? Кто предложил? Что вы почувствовали в тот момент? Ну, как-то меня попросили встретиться, короче говоря, в кафе с продюсером и с директором, одной дирекцией Первого канала. Но это не лично Эрнст там был? Нет, нет, нет. И попросили сделать программу интервью со звездами, очень невнятное очертание, как бы, типа вот там какая-то просто вот интервью. Но то, что это будет авторский проект на многие годы, такого даже не обсуждал. И самое прелестное было то, что там типа в эфир через 10 дней. Ну, на Первом канале же ничего не может появиться, не согласованное с Эрнстом. Значит, он уже предварительно утвердил вашу кандидатуру. Ну, наверное, да. Но я, на самом деле, увиделась с Костей, когда мы уже были в эфире. Ну, и, естественно, через 10 дней это все, конечно, была абсолютная иллюзия, что это возможно. Наедине со всеми стал одним из долгожителей, можно сказать, на телевидении. И эту программу называют, ну, скорее, даже не эту программу, а вас, как бы, интервьюером, который, ну, это считается прям золотой стандарт, журналистики, на журфаке проходит, разбирают многие ваши интервью, включая самое, наверное, обсуждаемое с Людмилой Максаковой, которое мнений много. Я понимаю, что сейчас будет звучать странно, что я буду говорить, что я вообще его не считаю провалом, как многие. Нет, это не право. Это общество разделилось. Разделилось, да, на два лагеря, да. На два лагеря. 50%, кто говорил, а, это полный провал, и 50%, кто говорил, это просто блистательная работа. Ну, вот я принадлежу к числу тех людей, кто считает, что это блистательная работа. Это ваш профессию даже готовить. Ну, да, но я не успеваю вставить ни единого слова и задать ни единого вопроса. Нет, ну вы задали один вопрос, он мне был неприятен, и я не стала на него отвечать. Ну и что? А что он там вам так неприятен? Вы же программу целую на Первом канале сняли, посвященную этому вопросу. Отсутство Сталина. Моя родословная целиком и полностью посвящена была этой программе. Вы знаете, это тоже неправда. Вы можете посмотреть, сколько там кадров этому посвящено. Вообще ожидали, что пойдет так? Нет, вообще ничего не предвещало. Просто вот ни единой секунды ничего не предвещало, что интервью будет разворачиваться таким образом, потому что я не близко знакома с Людмилой Васильевной, но мы, естественно, так сказать, поскольку я и театральная актриса, и мои родители как-то одного поколения с ней, но как-то я там шапочно с ней была знакома. Мы стояли с ней до начала интервью в декорации, вот перед тем, как мне войти в студию, мы с ней увиделись, дружелюбно друг к другу улыбнулись, что-то такое, она пошутила, она вообще женщина с таким чувством юмора, в принципе, и так далее. Что-то и я в ответ, потому что все было милейшим образом. Больше она села и, так сказать, началось интервью, и вдруг оно вот категорически стало менять вектор. То есть она стала меня, так сказать, затыкать. Но надо сказать, что Людмиле Васильевне, так сказать, тоже у нее характер непрост, и она человек такой довольно сложный, это, конечно, знала вся театральная Москва всегда, и что ей лучше там на язык не попадаться, что она может там затроллить человека, говоря в нынешней терминологии, там и так далее, и что она, в общем, язвительная. Это все было известно. Также мне было известно, что Людмиле Васильевне человек, он человек, очень с такой внутренней властной природой, то есть она очень любит переламывать ситуацию в том направлении, которое нравится ей. Видала я ее в программе у Вани Урганта, когда он слово вставить не мог, и так далее, но, так сказать, это все было смешно, обыгрывалось как-то, и так далее. В общем, это не выглядело таким ужасным, то есть Ваня так разыгрывал историю, что он такой немножко «Мальчик для битья», как бы, да, и тогда это все было так забавно. В нашем разговоре это было тяжело, потому что Людмила Васильевна, по сути, хотела говорить об искусстве. Это частая история, связанная, так сказать, с людьми искусства в целом, которые, значит, думают, что вот давайте говорить о моих работах, давайте говорить вот просто о творчестве. Вот эта частая заявка, она на самом деле абсолютно провальная, то есть такие программы никто не смотрит, такие интервью никому не интересны. Поэтому я не могла ей позволить беседу искоренить только в эту сторону, тем более, что я опиралась исключительно на те, и это был мой принцип вообще в течение ведения этой программы целиком, всего проекта наедине со всеми, я всегда опиралась только на прямую речь своего собеседника. То есть если когда-то где-то в прямой речи, в своем собственном интервью, он что бы то ни было рассказывал, то вот именно эту информацию я считала возможным обсуждать, потому что это уже было в публичном пространстве. Я никогда не пользовалась никакими инсайтами, ничем, потому что мне это кажется не совсем этичным. Вот у тебя такой герой, ну как бы он не хочет отвечать на вопросы, он не просто не хочет отвечать на вопросы, он хочет тебя переломить. Переломиться тебе нельзя, потому что это и есть твоя работа, потому что ты должна думать о зрителе, потому что ты делаешь программу для зрителя, и вопрос в том, что ты разделяешь, собственно говоря, запрос этого зрителя. Потом я, конечно, была в какой-то момент немножко потеряна от того, как она агрессивно начала на меня нападать. А потом ты понимаешь, что это тоже портрет. Я перестала бороться с ситуацией вообще. Вот если говорить о развитии этого внутри, это был момент моей растерянности, попытки перебороть эту ситуацию, попытки наладить все-таки как-то отношения. А потом она сказала здесь, типа, правила задаю я. Я сказала, окей, вопросы задаю я, а правила задаете вы. Но эти правила тоже портрет. Просто всегда, когда кто-то критикует, мне хочется спросить, а вот как вы поступили бы, будучи интервьюером на этом месте? Потому что сделать беззубое интервью, как пресс-релиз, который только на безопасные темы, потом будет справедливый гнев зрителей, что это за интервьюер, который ничего не достал. Который не сделал хоть сколько-то резонансное интервью. Я сколько ни пыталась там увидеть какой-то, я не знаю, агрессивного вытаскивания каких-то неприличных подробностей, но там этого не было. Я абсолютно не поняла такой реакции. И она постоянно повторяла, это интервью никогда не выйдет в эфир. Я думаю, что она была убеждена, что это интервью никогда не выйдет в эфир по причине того, что она меня так унижала. Она думала, что я не переступлю через эту, ну так сказать, через эту границу того, что я не захочу демонстрировать, что меня тут бьют, как, значит, как девчонку по щекам. А я понимала, что в какой-то момент, уже я скажу больше, я сидела и думала, если ты меня ударишь еще раза три, будет еще лучше. Потому что это фантастический портрет. А программа была, хороший рейтинг? Нет, средний, но потом был дикий резонанс. Ну, такой-то как бы средний, в том смысле, что обычный рейтинг у нее был. Но потом был такой резонанс в соцсетях, что потом у нее все просмотры, значит, залетели до невероятности. А почему вы считаете, что нельзя пользоваться инсайдами во время интервью и только той информацией, которую герой уже говорил? Смотри, какими инсайдами, наверное. Ну, поскольку, это, наверное, вопрос моего воспитания, что ли. Вот так, наверное. Какое из ваших интервью вы считаете самым неудачным? Не назову персонажей, потому что я считаю, что мои неудачные интервью были связаны с личностью человека, который приходил. Иногда это были очень маленькие объем личности. Настолько маленький, что с человеком было скучно сказать. Ни одна тема не резонировала и не была. Ну, мне кажется, я понимаю, о ком вы говорите. Там, Волочкова, Виктория Боня. Нет, даже не они. Ну, Волочкова там по-своему как-то. Да, кстати, Волочкова даже и не так плоха, хотя я ее не раскусила. Она, во-первых, использует каждый свой приход на телевидение как повод для того, чтобы потом... Ну, чтобы резонанс потом... Медийные события должны длиться долго. Ну, поэтому она его как бы раскручивает потом скандалами и так далее. Это не поняла. А во-вторых, не поняла, что позиции жертвы – это ее манипулятивный инструмент. Если бы я это поняла, я бы немножко по-другому строилась на интервью. А я как-то многие вещи приняла за чистую монету. И вот эту роль жертвы, которую она так актуально пихала вперед в себя, она всегда же несчастная, она же всегда кем-то преследуемая. Но в последние годы, да. Всегда, на самом деле, всегда. Это ее тренд просто вообще, ее жизнь. Это я как-то не поняла, что это была вообще центральная идея. Если бы я за это смогла ухватиться, мне кажется, было бы гораздо более интересно. Ну, просто по витиеватости разговора было бы интересно. Конечно, можно было бы за это, с этим работать интереснее было бы. А кто выбирал, кстати, вот, выбирает героев? Мы с редакцией выбирали вместе. То есть кандидатуру Бонни вы же согласовали? Я согласилась на нее. Я не могу сказать, что я была счастлива, что я буду разговаривать с ней. Но все-таки, когда ты делаешь ежедневные интервью, это же надо понимать, что у тебя герои-то должны быть какие-то программы, ты стоишь в эфире, тебе надо с кем-то разговаривать. А там все равно на какой-то момент длительности существования подобного проекта начинается уже некоторая нехватка героев. По причине того, что, например, что называется, простые герои не пользовались популярностью у зрителя, понимаете? Мне кажется, было видно ваше отношение к ней все-таки в этом интервью. Оно прям читалось. Может быть, если это так, то это, конечно, не очень хорошо. У меня есть теория, что такое представление, что интервьюера должно быть мало в интервью, и его позиция не особо видна, оно такое олдскульное, немножко устаревшее. Я, например, на ютубе смотрю Собчак, часто не из-за героя, а из-за того, как она там отжигает. Мне иногда интересно посмотреть на нее. Во-первых, я думаю, что, кстати, вы знаете, с 2013 года и по сегодняшний день уже прошло 7 лет. Это довольно серьезная, так сказать, разница уже, ну, с точки зрения тенденций, что ли. Во-вторых, я думаю, что, честно сказать, герой может открыться, если ставить такую цель. А я ставила всегда эту цель. Мне любопытно с людьми разговаривать в контексте того, чтобы, может быть, они откроются той стороной, про которую мы даже и не подозреваем. Потому что все равно мы неизбежно живем в обществе, в мире, в котором навешиваются ярлыки на каждого из нас. Развернуть человека иногда, просто показать какую-то его еще грань, открыть ее, не столько показать, а открыть ее, это всегда здорово. Если ты изначально настроен, так сказать, скептически, то, конечно, тебе трудно открыть человека, потому что он тоже тебя читает, понимаете, и думает, ну, что я тебе буду рассказывать-то про себя или как-то там открываться. Поэтому я не ставлю себе заслугу, что я там иногда просматривала сразу мое отношение. По-моему, в 13-м же году к вам приходили Собчак с Виторганом. Было довольно ровным интервью, но оно как бы не было каким-то дико резонансным, но оно обсуждалось в контексте того, что Собчак тогда была под запретом на федеральных каналах. За год до этого у нее были обыски, она была вот в том периоде своей жизни, когда она сама везде всячески в соцсетях говорила о том, что она во всех возможных блэк-листах. Как тогда она появилась в вашей программе в тот период? Был момент, когда она не так давно вышла замуж, и было понятно, что она такая вот востребованная пара была бы, было бы интересно. Мы составляли списки, которые мы, вот персон, которых мы хотели бы пригласить. И вот Собчак и Виторган были среди них. Вам и я утвердили. И нам утвердили, и они пришли. Так, а были ли черные списки, если ее утвердили вам? Вообще черные списки есть, конечно, на каналах. На всех. Бывало такое, что вы какого-то героя предлагаете, но вам канал говорит «нет». Бывало. Ну нельзя назвать, да, этих людей? Вы знаете, я, честно говоря, даже не вспомню, потому что я вам хочу сказать, что это далеко не всегда распространялось, скажем, на политиков. А, например, это распространялось на каких-то людей из шоу-бизнеса. Потому что, например, эти люди как-то плохо поступили с Первым каналом, там, не знаю, отказавшись от каких-то съемок или не выполнив какие-то контракты. Это вероятно. Я никогда не вникала в подробности этих, так сказать, мотивов, почему нельзя. Ну, нельзя, окей. А как технически у вас всегда был организован процесс? То есть вы всегда готовились сами или вам там помогала редакция? Кто-то на ухе сидел там, еще что-то? Нет, в ухе у меня никогда никто не сидел. Готовилась я сама, но безусловно у меня была большая редакция. Редакторы мне собирали на каждого героя то, что у нас называлось «бэком». Это то, что как раз максимально вся прямая речь и желательно вообще с тех пор, как этот человек появился, значит, в пространстве интернета, что зафиксировалось уже какие-то интервью и так далее. Поэтому это были каждый раз страницы на 100, наверное, такие материалы, которые я вычитывала. Потом доснимались какие-то еще лайфы родственников, друзей, знакомых и так далее. Потом была целая еще прекрасная процедура придумывания подарка. А потом иногда ты садишься в кадр, и все идет не по плану. Такое тоже бывает. Ты выстроил план разговора, а это сегодня, ну вот человек, это неправильно, сейчас вот неправильно об этом говорить. Сейчас вот правильно, елки, вообще с другого конца зайти. А потом к этому вернуться. Ну то есть вот вся та стратегия, сценария, который, так сказать, план, который был выстроен, она иногда не работала. Нужно было переориентироваться. Были гости, которые просили гонорар за участие в интервью? Были, да, по-моему, были. Но это всегда решало, кстати говоря, вот у меня была руководительница программы, которая этим вопросом занималась. Я, честно говоря, не хотела знать вообще, кто за гонорар, кто не за гонорар, потому что мне вот иногда это меня задевало. Но как бы интервью просто мне казалось, это несколько другая история, но такая портретная и, в общем, хорошая. И как-то иногда меня... Меня даже не столько сама под... Меня иногда цифры задевали. Как бы я так говорила, ребят, не рассказывайте мне это, я даже знать не хочу. Программы наедине со всеми закрыли по вашей инициативе. Вы решили, что в таком марафоне качество теряется и надо уходить, ну, можно так сказать, на пике успеха. Это не была история про плохие рейтинги, это была история исключительно про то, что вы не хотели делать некачественный продукт. Абсолютно. Но вас оставили на Первом канале сегодня вечером с Максимом Галкиным. В прессе говорят о том, что у вас с ним не очень простые взаимоотношения. Это неправда. У меня с Максимом прекрасные взаимоотношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный. Другой вопрос, что у меня вообще среда шоу-бизнеса, именно эстрадного шоу-бизнеса, она очень не похожа, скажем, на театральную среду, на киношную среду. Это очень разное качество существования вообще в жизни, очень разная даже, на мой взгляд, система ценностей какая-то. Сегодня вечером гораздо больше приглашалось людей именно из мира шоу-бизнеса. Максим прекрасно ориентируется в атмосфере разговора с людьми из шоу-бизнеса. Он с ними совсем на короткой ноге. У него с ними совсем есть какие-то свои истории, личные отношения и так далее. Сильная сторона таланта Максима заключается в том, что он может создавать настроение из ничего просто. Просто из пребывания. Просто хорошо можем посидеть за столом, потрепаться и поржать. Я человек, заточенный на смыслы. Мне прям без смыслов тяжело. В этих своих качествах мы с ним очень не похожи, поэтому нам быть вдвоем ведущим было сложновато, потому что он целил все время в настроении, а я целила в последовательность. То есть купить его как крючочек, чтобы смысл какой-то высекался, чтобы мы что-то тут узнали новое и так далее. По сути, для субботнего вечера, конечно, было более актуально настроение, чем смысл. А я по-другому не умею. Я умею там. Я даже и настроение, может быть, могу добыть, но и смыслов. Вот. Но проблема с сегодня вечером была вообще не в Максиме. Вот вообще категорически не в нем, а в редакции, которая снимается производством этой программы. Но вы как звезда проекта могли же настоять, чтобы нужных вам людей туда взять? Нет, это несколько иначе устроено на телевидении, потому что есть редакция, которая много лет делала этот проект. Она надежная, она добивается рейтинга своими способами. Эти способы мне категорически не подходили. Причем я это, так сказать, пыталась в себе преодолеть, попробовать пойти на какой-то компромисс с самой собой, уговорить себя на то, что это, ну, подожди, может быть, это первые выпуски, так, может быть, потом как-то наладится, может быть, там что-то получится там из этого и так далее. Но вот через полтора-штур года я поняла, что нет, это не получается, не получается. У Галкина, ну, это невооруженным взглядом видно, что он всегда хочет играть первую скрипку. Это неизбежно. Это я даже думаю не потому, что Максим там как-то соревновался со мной. Во-первых, это вопрос монтажа очень в большой степени, и это тоже надо понимать. И это в некотором смысле Максим был даже и подставлен отчасти тем, что вот он выглядел так, что он мне, значит, слова не дает сказать. А я думаю, что он выглядел так, потому что редакции я не нравилась, и меня подрезали частенько. И получалось, что Максим разговаривает, разговаривает, а я все молчу и молчу, что было невыгодно для репутации Максима, и что, может быть, создало вот эту легенду по поводу того, что у нас неплохие отношения, а это не так. Вот. А во-вторых, я думаю, что это вообще, кстати говоря, такая история. Он же не работал никогда в тандеме, и я не работала никогда в тандеме, это тоже надо понимать. И, но, в отличие от него, я человек театральной закалки, а в театре это коллектив, ну, то есть как бы нельзя натягивать на себя только, если ты делаешь что-то, ну, это, в общем, фу. Есть такое театральное выражение «потянуть одеяло на себя», это, так сказать, задвинуть своих партнеров, и, значит, ты сейчас звездой выступаешь. В театре все-таки очень понятно, что там любой спектакль – это история всех. Ну, все, все для этого успеха работают, конечно, да. Вот. А люди, которые работают на эстраде, они все заточены на то, что он один на сцене. Поэтому я думаю, что в «Максиме» это часто срабатывало просто из логики привычки. Про идеальных, эталонных интервьюеров. Кто для вас это? О, про Инфри? По-журналистке она совершает настоящие подвиги, например, задает вопросы Джорджу Бушу, младшему, о его алкоголизме, о том, как его ненавидела там четверть американцев. Но возможно ли в реалиях нашего общества делать такие проекты? Готовы ли наши, там, селебы, политики на такие разговоры? Это же не всегда только вопрос к интервьюеру. Вообще, я должна сказать, что все разговоры о цензоре, которые есть в нашем обществе, они такие лукавые и лицемерные. Ну, в том смысле, что я сейчас не буду бросаться обвинениями именно какими-то такими, вот какой-то конкретной личности. Я просто хочу сказать, чтобы люди так обратили внимание сами на себя. Вот я когда пришла работать на дни со всеми, требования, с которыми я сталкивалась, каждый день на протяжении всех лет, когда я работала, вышли эти вопросы. У меня такое тоже часто случается. И которые мы никогда не соблюдали. И несколько интервью у нас отменилось по причине того, что люди не захотели прийти, потому что не выслали вопрос. Я офигевала от этого запроса, чтобы послать вопросы, потому что я хотела спросить, а вам вообще не кажется, что вот сама установка, вышли эти вопросы, что вы меня оскорбляете? Я вам кто? Обслуживающий персонал? Я официант, нагнувшийся над столом? Или я автор программы, которая вас приглашает на интервью? Ваше право не ответить мне на вопрос. Сказать, не хочу обсуждать эту тему. Безусловно. Но, как-то, шесть в постановку вопрос. Вторая оскорбляющая... И это дело ли не политики? Неа. Неа. Вторая история, что у меня несколько программ было перемонтировано. Согласовать монтаж хотели? Не просто согласовать монтаж, а забранной программой и смонтированной. Нет, не политиками. Потому что там персонаж выглядел не так комплиментарно, как хотелось бы. И забирался не Первым каналом, а представителями этого человека. После того, как они выносили мозг руководству Первого канала и стерили, я говорила, давайте не будет программы вообще. Нет, деньги потрачены, мы ее сняли, должны ее выдать в эфир. Но это какая-то унизительная ситуация. Это чудовищная ситуация. Это к вопросу о цензуре. К вопросу о том, что мы так всем хотим свободы. Людей, которые считают возможным обращаться с... У нас же свобода слова, мы же все за свободу слова. Алло, тогда как? Каким образом можно вообще выставлять эти условия? Это пришлите нам вопросы, мы будем заверять монтаж или мы перемонтируем сами. В таких случаях было не очень много. Вот пришлите вопросы, было постоянно. У нас есть такая проблема в нашем обществе. Мы очень мало смотрим на сами к себе. Очень много смотрим на наших руководителей. Всегда, всю жизнь, не только сейчас. Мы очень мало рефлексируем собственное поведение. И что многие проблемы в нас, они не только от того, как нами руководят. Не только потому, что к нам все время приходят какие-то ужасные злые люди. Я абсолютно согласна. У меня, кстати, несмотря на то, что я снимаю все на свои деньги, у меня была съемка с одним режиссером, который очень много говорил о несвободах в нашей стране, о том, как все несправедливо устроено. А потом тоже сказал, что монтировать либо будет сам, либо согласовывать жестко с ним монтаж. Вот когда я отказалась это делать, мы не договорились, и я решила просто не выпускать такую, не делать выпуск, в котором бы я выступала как какой-то придворный интервьюер. И, конечно, мне было жалко потраченных денег, но по факту и на выходе... Ну, видите, как это прекрасно в этом режиссёре уживается. Ощущение несвободы и возможность тут же придушить вашу свободу. Мне просто кажется, что на Западе, когда звезда идёт к Опре, раньше к Ларри Кингу, сейчас к кому-то, к Джимми Феллону, кому угодно, они понимают, что это работа, и что они должны довериться. Потому что я с трудом представляю, что к Феллону или к Джимми Киммелу приходит, или к Элен Д'Женерис звезда, и она будет закрыта на все пуговицы, и потом скажет, пришлите мне монтаж согласовать. Мне кажется, там нет такой практики даже. Да, конечно. Там нет такой практики. А у нас, при всём при том, что все действительно борются за какую-то свободу, не оставляется свобода даже на Ютубе, я же... Так, ну вот про то и речь. Про то и речь. Так, может быть, нам на себя смотреть, а не разговаривать про цензуру безостановочную. Я так возвращаюсь к мысли о плоскости восприятия и узости мысли, которые люди сегодня решили, что всё упирается в социальные проблемы, нам не дают прав или у нас нет свободы. Ребята, это не навязанная история, не только навязанная. Окей, есть вещи, которые навязаны, которые могут слегка вас придушить. Давайте посмотрим, откуда это рождается. Смотрите-ка, ты вот уже тоже готов задушить свободу. Ты же, наверное, так-то встанешь с плакатом и будешь говорить свободу журналистики. Только вот лично ваше интервью, если вы не заверите, и он сам не смонтирует, оно не выйдет. И хрен с ним, что вы деньги свои потратили. Те случаи, когда монтаж был забран, я помню поименно. Потому что я считаю это просто личным унижением. Я тоже два раза высылала монтаж, и это ужасно. Это когда всё живое убирают. Если бы это была я, и если бы это был Ютуб, я бы вступила точно так. Как вы? Я бы сказала, бог с моими деньгами. Никогда. А это Первый канал, я снимаю на его деньги. Он имеет право требовать, так сказать, за свои большие затраты, так сказать, получить. Потому что это студия, свет, зрители. Огромные затраты и впрямь. И когда Первый канал говорит, ну, а мы согласны отдать в монтаж, лишь бы материал этот вышел, и мы получили рейтинг. Я не могла в этом смысле возражать, но именно поэтому я до сих пор сцепил зубы, помню каждого человека, который так поступил. По поводу интервьеров на Ютубе. Сейчас их очень много. Да. Какие вам нравятся, какие не нравятся. Нравился Юра дуть очень. Когда он начинал, он сейчас стал как-то не очень исправно выходить. У него какая-то такая с перебоями. А это всегда вредно всё-таки. Это какой-то закон есть и на телевидении, и на Ютубе. Увы, это уже. Ну, каждую неделю в этом марафоне тоже существовать очень тяжело. Это прям... Тяжело не надо, если хочешь быть... Это и выгорание, и вообще жить некогда. Тем более ютуберы, как правило. Я, например, контролирую монтаж. А это вообще жизни нет. Ты снимаешь, монтируешь, и просто выдохнуть некогда. Ну, да, ну, такова жизнь тут. Да нет, ну что, я смотрю и Ксюшу Собчак смотрю. Не всё, но там периодически смотрю каких-то героев. Мне кажется, она очень растёт. Вы были у Агаты. У неё так канал запускался неоднозначно. Так что канал про разводы. Сейчас как-то вырулил. Такой женский взгляд Агаты Муцениец. Всегда очень трудно. Да, сложная фамилия, очень. Вот, но два выпуска с вами и с паршютами. Мне очень понравилось. Как вам этот проект? Очень нравится. Мне кажется, что она здорово развивается. Я согласилась прийти, потому что у меня была такая абсолютно... Такой материнский инстинкт, я бы сказала, вам не сработал. Потому что я когда увидела там первые выпуски, я подумала, что... Ой, что она делает, зачем она? Ну вот Сайзе вы имеете в виду? Этот вообще ужасный выпуск Сайзе. Просто такой вот кошмарный. Ну там вообще у неё первые выпуски, они были такие... В состоянии самой Агаты, она была очень полезненная такая. И мне показалось, что она... Что она сейчас прямо сковырнётся, прям... Не в смысле неуспешности, а в смысле, что она надорвётся просто. Что она сейчас в какую-нибудь больницу даже может попасть, вот какой-нибудь с каким-нибудь срывом. Потому что, ну как бы, человеку нужно аккумулировать энергию, когда ему плохо. А она её таким фонтаном раздавала с как бы такой идеей, что она хочет помочь другим. А это такая идея бывает, когда тебе самому очень плохо, чтобы только не замечать, что тебе очень плохо, да? А ты начинаешь другим помогать. Но это опасная история, ты можешь надорваться. Вам кажется, это про это было? Мне кажется, это было про то, что когда у тебя что-то болит, ты об этом хочешь говорить. Вот, у неё это изменилось. Вот у неё это изменился век. Когда вашу историю про то, что вы с мужем сошлись обратно, мне кажется, у неё аж какой-то блеск в глазах. Мне показалось, что она надеется на это. Ну, мы, собственно, с ней даже об этом в программе поговорили, о том, что она надеется на это. Ну, как-то это неявно было, но чувство. Ну, она до этого, мне кажется, это даже и произносила. До его прихода в других программах она даже говорила, что ей кажется, что они с Пашей могут снова сойти. Но у неё вектор изменился как-то, короче говоря. Она поймала другую, короче говоря, какой-то кайф этого проекта. Мат на Ютубе. Не смущает. Как вам кажется, вас не смущает? А вы бы, если делали свой проект на Ютубе? Вряд ли, хотя я ругаюсь матом. Я думаю, что я бы очень удивила многих, кто смотрит на меня, если бы они оказались со мной в одной компании. Близкой. Я в незнакомой компании этого не сделаю никогда, если это близкие мне люди. Да. Я курю и ругаюсь матом. У меня просто такой вопрос. Я тоже ругаюсь матом. Суть в том, что мне кажется, что в какой-то момент поначалу это было таким вот каким-то знаком свободы, что это так круто, нет цензуры, ругайся матом. То в какой-то момент, вот меня лично, у меня настолько передоз этого случился, что мне захотелось сделать канал без мата, потому что мне кажется, что скоро мода на какой-то нормативный русский язык, она вернется. Я думаю, что это произошло уже почему. Потому что Ютуб это все-таки площадка молодых была, а ребята, значит, нынешнее поколение, оно очень ругается матом. Что-то же меня не очень радует, сказать честно. А знаете, почему меня даже не радует это? Даже не потому, что типа фу, грязь, поделывай мой рот с мылом, не из-за этого, а потому что русский мат это фантастическая такая вкуснейшая приправа к нашему языку. Объемность этого мата невероятна. Почему я ругаюсь матом? Потому что есть вещи, которые по-другому так прекрасно не скажут, как можно сказать матом. Но это очень круто, это очень такое, знаете, вот именно приправа, да. А когда, собственно говоря, из этой приправы целиком делается первое, второе, третье, компот, то в какой-то моменте это перестает быть вкусным. И вот молодежь, она так сказать матом уже, ну, так сказать, у нее мат это язык. Они даже не очень замечают, они в общественных местах разговаривают, там, она может сесть в маршрутку или там в автобус или зайти в ресторан и ругаться. И я понимаю, что, ну, то есть я хочу сделать замечание, потому что я вижу, что сидят там дети, например, за соседним столом. Потом я себя успокаиваю, думаю, что это делают родители этих детей. Поэтому я думаю, что на ютубе было так много мата из-за этого. Дальше, значит, естественно, все заходящие в него, те уже, кто уже не совсем молодежь, но подумали, ага, а тут такая свобода, мы тоже будем ругаться с матом. Сейчас этого стало, значит, слишком много. Он меня не смущает, но меня он печалит, когда он, когда он не по делу. Но тот факт, что ты иногда уже становишься таким, как бы, а как же вы без мата? А это что, обязательные условия? Я вот умею это делать, но далеко не всегда пользуюсь. Как только это становится обязательным условием, это сразу перестает быть вкусным, интересным, необычным. А бывает у вас такое, что смотрите, вот какому-то персонажу типа Собчак, мат прям идет, я ее вообще не представляю без мата, или там Артемию Лептьеву. А, например, когда Пивоваров я услышала в каком-то выборе... Да, ему не идет, это правда. Вот, кстати, я думаю, что почему я сказала, что если там мои поклонники, значит, значит, я курю, ругаю, смотрю, то я думаю, что мой образ не очень, конечно, сочетается с этим. Вообще не сочетается, да. Хотя мои близкие друзья это обожают, потому что я смешно это делаю. Ну, как бы я поделаю это дело, мне это идет, вот представьте. Но вот не, как бы, не... Но вот есть, как бы, уровень близости. Я прекрасно понимаю, что Пивоваров может сказать, какой черт, кто там ограничивает мою свободу, я такой, я тоже хочу ругаться матом, я живой человек. Никто не ограничивает вообще, но ему не идет. Я помню какой-то выпуск, то ли он кому-то давал интервью, то ли Шихман, то ли кому-то, и вот он ругался матом, было огромное количество комментариев, боже, как неприятно, не надо, вам не идет, зачем. И у меня были такие же эмоции, Алексей, не надо, это не ваше. Наверное, вопросы про семью вам уже набили оскомину, но, тем не менее, мало ли. Деваться некуда. Да. Вы все-таки из семьи Оскаровского лауреата, одного из самых известных режиссеров наших отечественных, Владимира Меньшова, и актрисы, практически секс-символ Советского Союза, Веры Алентовой. «Москва слезам не верит» вышел, когда вам было 10 лет. Это можно было назвать так, что наутро вся семья проснулась знаменитой? Нет. Ничего не изменилось после выхода? Ну, хоть какие-то приметы вашего быта, наверное, поменялись? Они стали меняться в каких-то там материальных аспектах, но это не сразу. Там вот картина вышла, когда я уже посмотрела огромное количество людей. В Советском Союзе была такая история, что были постановочные, и иногда были вторые постановочные это называлось. Это деньги такие, которые, ну, как в зависимости от количества посмотревших. То есть если ты сделал очень успешную картину, то тебе там, да, выплачивалось как некая премия. И вот у папы были эти вторые постановочные, благодаря чему он купил, значит, машину, «Волгу». У нас не было машины вообще, и так-то народ начинал за «Жигулей» обычно, а потом поднимался, дай бог, до «Волги», а у нас, значит, сразу появилась «Волга». Вот это было такое существо изменения нашего быта, я бы сказала. Потом еще спустя какое-то время, да, мы переехали в новую квартиру, которую, собственно говоря, выдавало государство тогда и не покупали. А какой у вас любимый фильм Владимира Меньшова? «Волгу», 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 «Волгу». У меня тоже. Кстати, в каком-то смысле, можно сказать, биографически стало для ваших родителей и для вас, как раз к интервью Агата возвращаясь, у вас так получилось, что и родители расходились на 4 года и потом сошлись снова. И вы со своим супругом также расходились и тоже на 4 года и сошлись снова. И вот как после этого не верить Фрейду, непонятно, потому что это прям удивительная ситуация, конечно. Как вам кажется, действительно существует такая история, что дети считывают модель поведения в семье? Однозначно. Но это не обязательно будет выглядеть так же, что вот там буквально повторение такого внешнего контра-сценария, который произошел в моей жизни, это совершенно не обязательно теперь будет реплицироваться во всех последующих поколениях. Но то, что мы все считываем как некие модели поведения, это безусловно так. Какие-то установки выносим из своей семьи, даже если мы с ними не согласны, они все равно сидят у нас в подсознании. Требуется огромная работа над собой и над той самой осознанностью, которую я так призываю в противовес феминизму. Для того, чтобы просто понимать, что ты есть и что есть в тебе твоего, а что есть в тебе от, из набора твоих родителей, твоих бабушек, дедушек, прадедушек и вот этих всех, так сказать, травм, которые переживали самые разные поколения и которые на тебя тоже эхом каким-то воздействуют. Но для вас развод родителей не стал травмой. Вы говорили о том, что все было очень, не то чтобы комфортно, но у вас была, одна история была, тут мама, здесь папа, папа, папа праздник, наверное, там побольше. Часть, как часто это бывает. Когда мужчина расходится с женщиной, он иногда становится даже лучшим отцом, чем когда он был в семье. У вас, вы такого не замечали? Да, конечно, такое было. И было это связано просто, мне кажется, с тем, что очень целенаправленно, ну, поток направляется. Компенсация такая, что... Даже вопрос не в компенсации, вопрос в том, что выделяется очень, мы же вот так вот, когда мы живем все вместе, мы же не выделяем время на ребенка, потому что мы все время с ним рядом. Ну, как бы не сейчас, подожди, да, сейчас закончится какое-нибудь там кино посмотрю, или там сейчас я с друзьями разговариваю по телефону или еще что-то. Ну, там есть вот это все время немножечко подожди, подожди. А, ну, ладно, хорошо, сейчас уроки, это важно, да, давай сейчас посмотрим твои уроки. А как бы когда ты не постоянно вместе, то, собственно, наша встреча была в чем, его встреча с детьми была в чем? В том, что как бы он приходил к детям, понимаете, это была цель, поэтому, или там он вез ребенка куда-то, да, поэтому, мне кажется, что это из-за этого происходит, что отцы становятся такими выраженно прекрасными, потому что они очень, так сказать, это становится пунктом среди его задач прийти к ребенку, провести с ним время. Что предшествовало разводу? Вот какая, какой конкретный вот кризис назрел? То есть вы говорили, он не ходил со мной на светские мероприятия. У нас было много, к тому моменту за 8 лет совместной жизни мы накопили уже там вагон и маленькую тележку, так сказать, взаимных недовольств и ощущение того, что эта система как-то не работает, не приносит она счастья. Поэтому, ну, как, собственно, я уверена, что у всех это так, я не верю в идею, и вот случилось одно событие, и оно как бы решило все. Вот как вам кажется, проще, не знаю, простить измену в гармоничных отношениях или проще разобраться с какими-то мелкими, менее серьезными проблемами, но накопившимися в браке со временем? У всех по-разному. У кого что детонируют, задетонируют, и у кого что. Я думаю, что измена в нашем обществе очень такая обсуждаемая тема, но она обсуждаема всегда в таком контексте, что это как-то, в общем, прерогатива мужчины, это он изменяет в браке, и он, значит, такой вот нехороший, и вот его прощить нельзя, или там как бы прощить можно, но ведь обсуждается только вот этот контекст. Но если так на секундочку узнать по статистике, что и женщины очень часто изменяют, вообще ни разу не меньше, чем мужчины. Так, это если подсчитать всякие психологические труды. А кроме всего прочего, если задуматься, что за каждой изменой стоит очень разный мотив, и вообще внутри пары, в которой происходит в том числе и измена, это тоже ответ на какой-то вопрос того, что происходило здесь. Не обязательно ответ на вопрос, что там здесь с сексом что-то не в порядке. Может быть, с сексом в порядке, но при этом может существовать измена. Значит, там накапливается какое-то количество недопонимания, что человек идет уже куда-то в другую сторону искать своего утешения любого. Может быть, он даже и не секс там ищет, может быть, он ищет восхищение в глазах этой женщины, с которой у нее секс, а может быть, он ищет то, что она его погладит по голове и скажет, что он там, не знаю, добрый, хороший или еще что-то. Поэтому и измены разные, и, соответственно, и прощать их можно по-разному. И измена мужчины – это одно, и измена женщины – это другое. Огромное количество накопившихся мелких проблем, потому что вроде как измены крупные, сейчас я понимаю, в вашем лице измерение измены – это что-то крупное, мелкое – это что-то. А вот я не уверена, что мы называем мелким, что он посуду не помыл, мы же не за это как бы имеем претензии, а за то, что он меня не уважает, ему наплевать, что происходит в нашем доме, он относится ко мне как к обслуживающему персоналу. Чем мы нагружаем эту мелочь? Понимаете? Поэтому фиг узнает, с чем легче разобраться. Поэтому это очень индивидуально. Я не знаю, может быть, вы слышали, был такой огромный скандал в Голливуде. Гвен Стефани – известная певица, звезда шоу «Голос» американского. У нее была супер-блестящая карьера. А у мужа, мягко говоря, не такая блестящая. И он настолько сильно переживал свою рядом с ней неуспешность, что потом выяснилось, что он просто каким-то сексоголиком уже стал. Он изменял ей со всеми продавщицами, с нянями. Это как бы как потом выяснилось, что он так переживал, а он ее любил. И он потом продолжает говорить, что любил ее. Он так сам себе подтверждал, что он мужчина. Да, но это сейчас мы такие стали проработанные и понимаем, что измена – это не просто измена, что за изменой стоит какая-то история травмированного человека. Поэтому сейчас, например, в то время, когда очень часто прощают измену и говорят, что надо же разобраться с причиной, и уйдет проблема. И, кстати, не знаю, может быть, видели, у Дудя вышло интервью с Ириной Горбачевой. Да, я видел. Там одна из основных тем была этому посвящена, когда вот по ее мнению она сказала о том, что она не верит в то, что потом можно… Она рассказывала про свой опыт, я изменил муж, они расстались, как она пыталась с этим жить, прощать. Вот вы могли бы простить измену? Могла бы, но тоже не мгновенно. Есть тоже, понимаете, есть очень большая ошибка говорить о том, что вот как бы если ты такой осознанный, ты вот понимаешь, что вот так… Ну, куда надевать чувства-то свои? Это, безусловно, такое инстинктивное чувство. Трудно сразу встать на такую точку зрения, быть такой взрослый, такой осознанный, что тем уж изменило. Ты бы вот тут… Ну да, я поняла, у тебя были сложности, как бы давай, значит… Это невозможно, есть же наши чувства живые. И поэтому я думаю, что в целом я могу себе представить, что это можно простить, да, могу. Но понимаю, что это целая дорога, чтобы простить, чтобы больше не натыкаться на это недоверие, чтобы не стать параноиком и не начинать… Что такое простить? Это значит действительно перевернуть это, так сказать. Ну, разобраться и все, отпустить эту ситуацию, чтобы не рыскать в телефоне, чтобы не смотреть, кому ты звонил, а где ты был там и так далее. Нам, конечно, взаимная верность чрезвычайно важна, всем людям, конечно, важна, потому что мы ищем такой каждый свой индивидуальный рай в браке в итоге. Мы хотим быть принятыми, мы хотим быть единственными, мы хотим быть, чтобы о нас заботились и так далее. Поэтому важно это простить так, чтобы этот рай снова был с тобой уже, а не то, чтобы ты жил, так сказать, ты в аду во имя того, что когда-то будет, значит, какой-то рай. Но это, кстати, тоже вопрос не только прощения партнера, но и разборки с самим собой. Поэтому я думаю, что Ира, как мне кажется, это исключительно моя точка зрения, что она не смогла пройти именно уровень разговора с самой собой. То есть у нее это продолжало болеть. Ну, очень часто в прессе писали, что вы сошлись со своим нынешним мужем, единственным, да, из-за детей. Но вы не очень любите эту формулировку, вы говорите о том, что это произошло не совсем так. Это тоже, как и все, более сложная история. То есть вы изначально для детей оставались родителями, просто перестали жить вместе, но ездили вместе отдыхать. И весь цикл вот этого родительского общения на отдыхе у вас с детьми был такой же, как у всех обычных семей, только вы жили в разных номерах. И потом вот эти вот все поездки, приходы мужа вечером к детям повлияли на то, что вы в какой-то момент поняли, что дети имеют право жить... Жизнь, поездки и не приходы мужа на это повлияли, а повлияли на то, что я увидела, ну, каким событием все-таки является развод для наших детей. Все то, что казалось, что это абсолютно спокойно, и все нормально, и мы такие вообще прекрасные. Но тем не менее я поняла, что это все равно их травмирует. Ну и, конечно, более важным является тот процесс, который происходил лично со мной, как бы это того осознания, при оценке ценностей, которое со мной происходило, взросление, которое со мной происходило в те четыре года, когда мы не жили вместе. И из них я уже года два с половиной, наверное, к тому моменту, когда мы уже сошлись, я уже ходила к психологу и очень сильно раскручивала свои собственные заморочки и свои собственные трактовки, которые не имели отношения к моему мужу. Хотя я считала, что это в нем проблема была, а понимала, что вообще не в нем. Противовес есть существующий, очень активно навязываемый, что развод – это ничего страшного. Нормальное дело. Ребята, институт брака терпят крах, это никому не нужно, уже человек может жить один, дети прекрасно справляются. Им не нужно вообще вот это все. Слушаю, вы будете вместе встречаться время от времени, но не будет. Я не разделяю эту точку зрения. И я считаю, что она неправильная. И поэтому я, может быть, так чуть педалируя в своем рассказе, в котором, безусловно, огромное количество граней как бы в этих четырех годах проживания нашего, так сказать, периода расставания, от того, что я была убеждена, что мы никогда не будем вместе, до того, что мы оказались снова вместе и оказались снова вместе спустя полгода романа, о котором наши дети не подозревали. И мы прятались, что называется, по углам. И потому что мы так же точно были не уверены в том, что они, кажется ли нам, может быть, может, это сейчас так просто снова вступить на эту дорожку и сказать, а, все, все было ошибкой, давай жить вместе. Мы полгода встречались, ходили на свидание, там, Игорь не оставался ночевать, или если вдруг он задерживался, то он все равно уходил, потому что было непонятно бы, как объяснить детям, что у нас здесь, значит, что здесь делает папа. А мы пока не решили, каков формат наших отношений, это мы снова вместе, или это нам показалось. Ну так вот. То есть у вас снова был цикл первых свиданий? Да, да. Прям, прям мы встречали, у нас прям был роман. Вот вы говорите, что вы не разделяете то мнение, что вот, пускай и отец отдельно. Бывают мужья-абьюзеры, как бы, жить с ним дальше? Нет, конечно. Или бывают мужья-наркоманы, алкоголики, которые совершенно не хотят осознавать свою проблему, и полезны ли они отцы и мужья? Нет, конечно, они полезны. Бывают, что их любят и надеются. Да, долго ли можно любить и надеяться? Нет, не так долго, потому что ваша жизнь бесценна. Так же, как бесценна жизнь ваших детей. И если человек сам не готов справляться с этой проблемой, не готов понимать, что она у него есть, и ее осознавать какой-то приличный промежуток времени, увы, тут можно развести руками и таки развестись. Я же не могу говорить обо всех, как бы, ну давайте вот как... Но почему-то, понимаете, как-то это очень интересно вообще. Вот мой опыт интервьюера говорит о том, что мы вспомнили про Людмилу Васильеву Максаку, а это вообще не единственный случай в моей жизни, когда человек... Ну как бы, вернее, это вообще постоянная история интервью. Когда ты задаешь вопрос, и дальше ты видишь, как человек об этот вопрос отражается на самом деле. Потому что твой вопрос нейтрален. Но его ответ, вот на один и тот же вопрос каждый человек будет отвечать не только исходя из своей биографии, но и из того, что он за ним читает. И из того, какое твое отношение он к себе предполагает. Поразительно любопытно. Ты можешь быть абсолютно нейтрален. И вот человек абсолютно... Каждый проявляется таким, какой он есть. Поэтому, когда я рассказываю эту историю про свой развод, такие противовесные, то мне всегда находятся те женщины, как вы, которые говорят, вот я, например, развелась. Вот вы хотите мне сказать, что... Я хочу сказать, девки, но нет. Я не хочу сказать, что я знаю про все случаи на свете. Но я хочу сказать, что есть общественная тенденция одобрения одиночества, разводов и обесценивания роли отца в жизни ребенка или роли мужчины в жизни женщины. Такова сегодняшняя тенденция. Поэтому я упорно говорю, развод для детей трагичен. Трагичен. Вам придется закусить губу и знать это, если вы идете на развод. Просто ваш опыт, то, что вы назад отмотали все с бывшим мужем, то есть, вернее, с мужем. Так, да, будем называть его тоже, что мужем. Сложно бывшим называть. Но, например, у Агаты, когда набрала у вас интервью, это вызвало. Вот я видела, это надежда в ее глазах. Она мечтала бы, чтобы, возможно, у нее так случилось. У каждого человека это вызывает свою эмоцию. А вы говорите, я не жалею ни минуты. Вообще ни минуты, да. Но, опять же, я за то, чтобы отец присутствовал в жизни ребенка. Я не из тех людей, кто разводится и блокирует эти контакты. Да, бывает, что, ну, действительно, жизнь не складывается. А бывает, и я вам скажу, что 80% случаев разводов это не те, это не ваш случай, когда вы просто не жалеете, потому что там я не буду задавать вам вопросы, почему. И какая за этим стоит глубина. Есть 80% случаев разводов, когда это делается вообще неосознанно. Вообще, потому что у нас есть серьезная травма у наших женщин и у многих поколений. По поводу отношений мужчин и женщин у нас очень... Нам надо с этим разбираться. Существует чудовищная агрессия между мужчинами и женщинами. взаимные, но со стороны женщин гораздо больше. У нас от мужчины хорошего не ждут. С ним вступают в отношения, априори, зная, что он предаст, что он враг вообще-то. С чем это, на ваш взгляд, связано? Почему так? Первая мировая война, революция, гражданская война, Великое Отечественное, репрессии. 90-е. Наши мужчины все время умирали. Они нас выставляли одних. Мы на них очень обижены. К такому пониманию вот этого социального устройства общества пришли уже вот в этот период, когда вы работали с психологом, вот эти четыре года, которые у вас образовались между... Ну, в том числе я и сейчас продолжаю думать на эту тему. У меня было вот интервью с коучем, и вот она говорила о том, что вообще это только... Это вред. Вот перфекциониста ребенка воспитывать. Надо ребенку наоборот поговорить. Любая твоя ошибка, а я рядом, а я люблю, а я поддержу. А вот это вот все ты должен быть первым, лучшим, особенно вот в спорте. Знаете, через какая ошибка? Хотите, я, по-моему, сейчас добавлю вам на размышления? Через ошибка быть очень хорошим родителем. Потому что с вашим ребенком будет невозможно от вас отделиться. А вы должны сделать все, чтобы он смог от вас уйти. Ваша задача, как родители, сделать так, чтобы он без вас обошелся. Поэтому нынешний тренд на самого лучшего родителя, который делает все самое лучшее, отдает в самую лучшую школу и обеспечивает самое счастливое детство, это плохая история. Сегодня мы делаем съемку в особенном месте. Это уникальная локация. Кузнецкий дом 12 Бай-Лалик это памятник архитектуры, которому возвращают его первоначальное предназначение. В 19 веке он был эпицентром светской жизни Москвы. Как и в те времена, в доме разместится торговая галерея, а на верхних этажах в бывших доходных квартирах роскошные жилые апартаменты. Девелоперская компания Кай-Эр Пропертис обещает, что все исторические детали будут тщательно отреставрированы. Фасад, лестница, паркет, лепнины и окна сохранятся в первозданном виде. Интерьеры будут оформлены в стилистике бренда Лалик, эстетика которого отразится в каждой детали. На мануфактуре бренда будут изготовлены предметы мебели и декора, многие из которых эксклюзивно разработаны во Франции специально для проекта. Лалик также отвечает за дизайн ванных комнат с отделкой из мрамора. Кузнецкий мост 12 Сильба и Лалик это не просто дом класса Делюкс, это уникальный проект, не имеющий аналогов. Он расположен в двух шагах от Большого театра. По ссылке в описании все подробности, необходимые для покупки апартаментов или пентхаусов с террасами с видом на Кузнецкий мост, Кремль или ЦУМ. Этот проект воплощения вкуса и стиля на рынке элитной недвижимости. Ну, у вас же наверняка с мужем были попытки завести другие отношения, там, в прессе об этом писали. Почему, как вам кажется, не случилось? Потому что я думаю, что наши отношения не были закончены, на самом деле. А у вас была когда-нибудь ревность? Вы же или он читал про ваши какие-то отношения, вы про его? Я не знаю, как он относился к этому. Вы никогда не обсуждали это? Я знаю, что мы никогда это не обсуждали. Я знала о том, что у него есть некие отношения, может быть, их даже было больше, чем то, о чем я знала. Я знала об одном случае, как бы и знала, что, так сказать, есть эта женщина. Это не вызывало во мне никакого... Ну да, есть. Нормально, естественно. Вот это была такая реакция, потому что... То есть от ревности вы не умирали? Ну и мы же расстались. Ну мало ли, вы знаете, как бывает... Мы расстались. Я честно расставалась, и я считала, что и я свободна, и у меня были романы, и он свободен. Как бы, ну... Какие претензии? Ну, то есть я не была собакой на сене, что как бы я-то могу, а ты, значит, типа вот здесь страдает, там, жди, когда... Что? Какое? Ну, нет, я понимал, что он молодой, привлекательный мужчина, что бы у него не было романа. Ну, вот есть. Если бы это был какой-то блиц такой о вас, есть такой популярный формат, знаете, там, пять фактов обо мне. Я там, не знаю, не умею водить, или я там не делаю того-то, я там... Вот какие есть о вас интересные факты, которые, может быть, еще вы нигде не озвучивали? Какие-то приметы вашего стиля жизни, которые могут показаться интересными? Я очень увлекаюсь дизайном. Мой муж говорит, что если я не делаю, значит, раз в три года какой-нибудь ремонт, то, значит, эту катастрофу нужно срочно что-то придумывать. Я очень люблю масс-маркет. Навижу, когда на вещи тратится огромное состояние. Всегда считала это и в 90-е годы, когда это было так популярно, тяжелый люкс, мне казалось, это признаком чуточной скудости ума и такой какой-то фу просто. Потому что, да, на эти деньги сделать можно гораздо больше всякого прекрасного, в том числе даже и для себя, и для своей семьи, или, не знаю, поехать путешествовать или еще что-то. А смысл бухивать это в шмотки никогда не понимала. Но при этом я всегда прекрасно выглядела, и никто никогда не подозревал, что это масс-маркет, например. Или, ну, как-то это так на меня смотрю. У меня были, например, сережки, которые я купила в переходе за 300 рублей. Ну, были они давно, лет, наверное, там, скажем, 15 назад. За 300 рублей сережки, которые выглядели как, ну, не знаю, сколько камер, по 5 карат, наверное, так вот, бриллианты. никогда и никто не думал, что это... Бижутерия. Что это не просто бижутерия, это бижутерия, которую ты в переходе покупаешь. Но вот у меня глаз, алмаз, что называется, я вижу, что это очень хорошо сделано, вот как-то очень качественно, не знаю, и это очень красиво выглядит. Но я и не пыталась их выдавать за бриллианты. У меня не было такой идеи выдавать их за бриллианты, но все читали их как бриллианты, понимаете? А вот сейчас вот этот вот жакет, это тоже масс-маркет? Конечно, это Зара. Сейчас-то это уже модно так мыслить, а в 90-е, в нулевые, нет, конечно, все. Такой был брендизм дикий совершенно. Никогда. Я помню, что у меня еще всегда была такая идея, что, ну, мне хотелось как-то улучшать свою жизнь, как-то покупать хорошую, ну, купить новую квартиру. Мне надо было копить денег как-то на эту квартиру. Я помню, что я однажды пришла в магазин, такой себе приговор но я очень... Ну, я такой человек. Я стояла перед сапогами, которые стоили 500 долларов. Они были очень красивые и модные, но 500 долларов. Тогда квадратный метр в Москве стоил 1000 долларов. Я думала, это же половина квадратного метра в моей квартире, как бы, будущее, на которое я каплю. Да ну в жопу эти сапоги. Мне было проще накопить на квартиру, понимаете, там, складывая последовательно несколько лет как бы мы это делали. Ну, чем вы там купите себе сапоги? Да, бог с ним, как бы, обойдусь. Вам 51 сейчас? И вы, ну, для 51 года вы объективно очень хорошо выглядите. Спасибо. Ну, какие-то там секретики, красоты? Слушайте, я говорю абсолютно правду, когда я рассказываю этому в инстаграме или еще что-то, что я вот все, что я делала в своей жизни, я все рассказываю. Я, у меня были в жизни, значит, так называемые уколы красоты, это вот эта вот гиалуронка и коллаген. Дальше вот я стала пробовать, значит, уколоть эту гиалуронку и так далее. Я это сделала, я делала это один раз в год и сделала это, по-моему, раза три, может быть, четыре, когда я колола носогубные, там, куда-то еще, я не помню, куда еще колят ее, куда-то, в общем, лицом мне все время что-то там подкалывали. Но раз в год я это делала, года через три или четыре, вот я не помню, четыре раза плыла или три, я обнаружила, что у меня меняется лицо, что оно отяжелевает. Вот эта гиалуронка, так или иначе, которая вроде бы действительно даже раз в год считалась, что, ну, это мало, вообще, ничтожно мало, как бы я колю, там, девушки чуть ли не, там, через три месяца это делают. Я увидела, что оно меняется, что оно как-то тяжелеет, что как-то вот мне... Я очень ценю свою мимику, как бы, я вообще ценю натуральность, как по мне так, ну, ну, и стареть, ну, и что, как бы мы это неизбежно, все равно постарею. Вернуться к 20 я не смогу, это тоже хоть тресни, пока такого не придумано. Значит, наблюдение за ровесницами, которые, значит, укалывались там через каждые три месяца, как раз я видела, что только хуже, потому что какой-то... оно лицо изможденное, такое ассеноциал, это тоже в этом есть какая-то неестественность, потеря мимики, потеря какой-то жизни. Ну, короче, и я через четыре года поняла, что мне это не нравится, и я перестала это делать. Потом я поняла, что все-таки все равно что-то надо делать, как-то глядя на себя в зеркало. И вот тогда я обнаружила вот этот подход, сейчас новый, потому что есть массаж лица, но только не тот, который был в моей юности, считал, что лица надо, так знаете, еле-еле коснуться. А там прям просто когда тебе кожу от костей отрывают, и мышцы, и фасции, вот эти все. И это оказывалось невероятно эффективным. Ну, вот для меня. Поэтому вот в последнее время я, собственно говоря, занимаюсь вот этим, массажем лица. И все. Витамины обязательно. Ну, это все ерунда. Ну, то есть каких-то серьезных, таких не аппаратных, ничего нет. Не, да, ничего нет. Я же вас вот близко сегодня видела и наблюдала. У вас, правда, очень живая мимика. Прям. Я вот сейчас смотрю фильм «Отмотать назад» с Николь Кидман. Да, вот там беда. Да. Она такая красавица. Я понимаю, что красавицам стареть всегда очень... Но у нее давно беда. Но вы не исключаете возможность, что там когда-то... Конечно, хочется выглядеть хорошо. Мне не хочется выглядеть молодо. Мне хочется выглядеть хорошо. Вот как же вы мне сказали, вам 51, вы прекрасно выглядите. Вот меня устраивает. Вам 60, и вы прекрасно выглядите. Вам 70, и вы прекрасно выглядите. Вот мне хочется находиться в этой радости, того, что я прекрасно выгляжу. Я хочу нравиться сама себе. Поэтому... Но при этом я совершенно... Я категорически не хочу потерять свое лицо я хочу себя узнавать не хочу быть собой но хорошо выглядеть вот поэтому как то надо чего я не исключаю вот я не исключаю если появится такая технология который вот позволит мне сделать подтяжку такую когда просто ты ну как бы когда их кажутся черты лица а сделать что-то что при этом сохранит мои черты конечно бабчу нет я думаю никто не будет против спасибо вам большое привет молодец